Продолжение следует... Весной, а могут и даже осенью. Молодец, что засомневалась. Так, вы у себя когда сажаете? У меня московского, серное направление. Может, посоветуете что? Или знаете других садоводов, когда они в наших местах сажают? Вот вам пишется Россия. Светлана из Москвы. Прошло время, опять письмо. Все-таки я ее послал, знаете куда? Вебинар. Удалось подключиться к вебинарам. Буду ждать 5 октября. Вот видите, приходится выполнять обещание, где вы затронете вопрос посадки к осенью. Когда примерно садит Московская область, северное направление. Я собиралась посадить 14-го, не рано ли? Вы обещали становиться на этом вопросе. Я могу сказать рано, могу сказать поздно. И могу сказать, ждите весну, и в любых случаях будут свои. Плюсы, минусы. Нет однозначного ответа. Давайте по порядку. Почему вы хотите посадить именно 14-го? А. Вы могли прочитать конкретную дату в каком-нибудь из лунных календарей, от которых вреда больше, чем пользы. Раз. Вы могли именно 14-го иметь выходной единственный день. Два. Вы говорили, удобный день. Допустим, дача далеко. Вы могли прикидывать, что у вас сильно теплая осень, а может, наоборот, сильно холодная осень. А может, дождливая, может, сухая. В общем, я не буду зациклиться на цифре 14-го октября. Вы живете в Московской области, для вас это начало осени практически. Это еще не зима. Для зимы еще полтора месяца точно. Значит, поэтому я вам посоветую сейчас не садить. Что такое полтора месяца до зимы? Это значит, что начинается пора заморозков. А я, в отличие от всей официальной науки, учу вас не закапывать сильно глубоко. Когда закапываешь глубоко, есть свои плюсы. Они там не просто сидят, они отсиживаются от всех невзгод. Начиная от вот этих самых плюс на минус, минус на плюс. А эти плюс на минус, минус на плюс спровоцируют просыпание 7 дней. Или косточки. Представляете, что творится? Сейчас только Илья Александровна Савинич мне рассказывала. А она наблюдательная. Может, даже больше меня. Так, значит, что это самое, зацвели. Сирень. Сирень зацвела. И полевая клубника. И полевая клубника зацвела. Вот согласитесь, что я не могу коротко говорить, но вынужден сказать как. Я причину объясняю свою по-своему. Для них это весна. Подробнее не будем. Тема для другого раза. Но для них, коротко, весна. Ну, наверное, я прав на 90%. Есть все какие-то факторы дополнительные. Но для них это весна. Что происходит с семенами? Они не глубоко закопнут. Глубоко закопают. Лучше отсиживаются. А потом вырастают и сгнивают. Почему отдельный разговор? Я уже раз в 10 рассказывал. Они глубоко по железу. Сразу почувствуют минусовую температуру. Потом раз плюс 10, плюс 15. Я не зря сказал, у вас еще до зимы полтора месяца. Может, и все два. И так раз за разом. И мы не знаем, что там под землей лопнула косточка, семечка. Появился росток. Сразу, может, не умрет, но за зиму это уж точно. Там под землей так же. Ну, зеленый. Он живой. И потеряв оболочку, он сразу становится абсолютно беззащитным. Вот что происходит. Поэтому, да, у этого способа. И одна крайность напугала вас, напугал. А этот самый Сергей Николай Георгиевич, мой друг и авторитетический садовод, что писал на моем сайте, в моей гостевой, несколько раз. А он крупнейший садовод с Урала. Я его раньше больше всех, кстати, уважаю. По Сибирьгу. Для меня в Приморье и Урал, это Сибирь, это фактически одно и то же. В Уральские горы холод. Вот, вот, ладно, отвлекся, как-нибудь. Итак, получается, что черным по белому пишут в моей гостевой книге. Каждый год сажаю, каждый год осенью, каждый год весной все всходит. Но я догадываюсь, объясняю еще чуть-чуть подробнее. У меня выпадает снег, бывает через неделю, через месяц после мороза. Вот, значит, что? Что такое снег? Шуба. Она же и является, не просто шубой, термосом, так скажем. Там не так быстро нагревается, не так быстро остывает. А у меня, это, потом выпадает снег, а уже все промерзло. А где-то, вот, наверное, я так догадываюсь, что у Уральца, у которого не бывает прокола, все осеннее всходит весной, наверное, сперва выпадает снег, шуба, термос, и там все нормально. Не доходит до этого, до провокации не случается, когда семя путает весной и осенью. Вот я ответил. Весной сухие сажать бесполезно. Вот, сами знаете, схожесть около нуля. Вот, есть способы экстремальной посадки, там, вымачивания, это уже отдельный разговор. Нормально это, когда в Московской области вы в феврале-марте поставите, значит, в феврале, например, нет, не так. Это я, все привычка у меня, я сибиряк, привык, привык, как это, о своем кукареке. У вас весна на месяц раньше, значит, вы в феврале сливы на сертификацию положите, как, научил, научил. Диски покупайте, специальные диски. Вот. Это всем совет, это не именно вам. Или, например, в январе уже вишни, абрикосы, вот, войлочные, вишни, так, яблони, груши и так далее. В общем, мой совет, не хотите рисковать. Косков железа, 25 рублей штучка. С одной стороны, вы вырастите дерево с него, получается, это очень дешево. Шутка, 25 рублей на дерево потратить, которое даст сотни бедер. По другой стороны, надо еще научиться стратифицировать. Итак, лично вам, как новичку, я не могу учить суперспециалиста Сергея Шурала, а вам могу. Подождите, как хранить. Это получится, наша песня хороша, начиная с начала. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!